В логистическом комплексе компании «Каравай ИСВ» распределяют хлебобулочные изделия по торговым точкам, а таких – около 300. Здесь порядка 100 рабочих. В среднем смена состоит из 36 человек. Не считая административного и прочего персонала, в комплексе трудятся две бригады. Это раздатчики готовой продукции и хозбригада – те, кто сортирует и моет ящики. Большинство из сотрудников – граждане стран Средней Азии, поэтому 7 сентября здесь провели семинар для трудовых мигрантов. Главное управление региональной безопасности проводит данные мероприятия в комплексе мер. Данное мероприятие является не первым. Не так давно, в конце августа, подобные семинары проходили в Солнечногорском районе. Буквально сегодня я уже еду с такого же семинара, который проводился в районском городском округе. Данные семинары направлены на то, чтобы иностранные работники не совершали противоправных действий, так сказать, не меры превенции, а меры предупреждения. В первую очередь рассказали о практиках, которые способствуют адаптации иностранных граждан в российском обществе. Говорили о том, как необходимо себя вести в тех или иных ситуациях, в какие органы и структуры можно обратиться. Привели несколько примеров негативного характера, в частности, историю произнасилования женщины иностранными гражданами в Сергиевом Посаде. Сделали акцент на возможных последствиях совершения неправомерных действий. Напомнили собравшимся о принципах добрососедства, об этических нормах и о словах пророка Мухаммеда. Относись к окружающим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Цель нашего визита сегодня – это донести ценности, духовно-нравственные ценности мусульман до наших братьев, которые приехали, будучи трудовыми мигрантами, чтобы они не забывали про свою религию. Ну и также я им напоминал слова нашего пророка Мухаммеда, что истинный мусульманин – это тот, от чьих слов, от чьих рук не страдает его ближайший сосед или друг, независимо от того, мусульманин он или не мусульманин. Среди главных задач семинара – это укрепление законности и правопорядка, противодействие незаконной миграции и предупреждение нарушений закона со стороны иностранных граждан. Кроме того, обратили внимание на необходимость изучать русский язык для комфортного пребывания в России. Евгения Коломийц, Владимир Парфёнов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.